Закаляйся, если хочешь быть здоров! Закаляйся и спортом занимайся! Точно! Но в областной столице в эти выходные прошел еще один чемпионат. Международный турнир карате-1 премьер-лига. Золото завоевал тюменец Евгений Алехин. Поздравляю! Значит, Евгений обладает всеми теми качествами настоящего каратиста, о которых мне накануне рассказали. Генеральный секретарь Мировой Федерации Карате Джордж Иеролим посылили вице-президент Европейской Федерации Карате Василий Крайниковский. Смотрим. Доброе утро, господа! Доброе утро, Джанамо! Итак, чему посвящен ваш приезд в Тюмень? Почему вы наконец пришли сюда? Ну, первое, потому что, как я видел, это очень красивый город, Тюмень. Во-первых, конечно же, посмотреть Тюмень, замечательный город. Пока что времени, конечно, было мало, но мне пообещали, что мне устроят экскурсию. Во-вторых, конечно же, я очень люблю Россию, это вторая причина. И третья, но не последняя причина, это, конечно же, международный турнир по карате, карате-1, который будет провозиться здесь, в Тюмени, на тюменском татаме. И он является очень важным событием в городе Тюмени. Хорошо, как вы оцениваете уровень организации соревнований в Тюмени? Вы же ведь что-то уже успели увидеть, где-то побывать. Итак, как вы думаете, уровень организации высокого? Смотрите, стандарты, которые мы имеем в карате-1 премьер-лиге, они очень высоки, потому что карате-1 серия это самый важный момент после чемпионата мира. Конечно же, уровень достаточно высок, потому что данный турнир карате-1 по организации вообще соответствует, примерно, чемпионату мира по карате. У нас в карате особые правила, которым организаторы данного мероприятия стараются соответствовать. Перед тем, как, конечно же, утвердить страну, место проведения чемпионата, мы, естественно, убедились, что организация полностью будет соответствовать. И директор Тюменской федерации карате, конечно же, гарантировал, что будет проведен чемпионат на должном уровне. Василий, вы можете как-то дополнить сказанное, опровергнуть? Вас все устроило? Дело в том, что Тюмень имеет хорошие традиции. И в проведении таких мероприятий здесь проходили турниры и чемпионаты России, и звезды России по карате. Поэтому у меня нет сомнений, что с точки зрения организационной и спортивной это пройдет так же, как и всегда. И я, конечно же, хотел бы местным властям выразить огромную благодарность за то, что они уделяют внимание не только дзюдо, не только хоккею, не только биатлону. И я, зная губернатора Владимира Владимировича Якушева и его команду, уверен, как-то мы общались с ним, у меня нет сомнений в том, что все виды будут профессионально иметь поддержку и будут развиваться, в том числе и карате, потому что очень хорошие традиции. Я думаю, что нет сомнений в том, что рано или поздно появятся здесь новые Потаповы, новые Калашниковы, новые Усинки будут, новые Хижняковы, которые будут развивать систему развития карате на новом качественном уровне. И то, что делает руководство сегодня Тюменской областной федерации в лице Андрея Потапова и его команды, это очень важный момент. Люди ездят на фактически все этапы гран-при, мировой серии и участвуют в чемпионатах Европы и мира. Нужно время, нужно время, чтобы они набились, приобрели опыт. И я верю в это, что они поднимутся на пьедестал плачет. Ну вот вроде бы все тренируются одинаково, ну примерно одинаково, да все приемы известны, но откуда берутся звезды? Они обладают какими-то качествами такими необычными? Я не знаю, может быть у них реакция быстрее, может быть как-то на физическом уровне что-то происходит. Тренируются они все-таки по-разному. То есть у всех свои тренировки, у каждого со тренировкой и также они много других качеств. Момент, я уточню. Получается, что чтобы вырастить хорошего спортсмена, вырастить звезду, а не хорошего спортсмена, нужна какая-то очень сильная тренерская база, получается так. То есть от тренеров все зависит. Во-первых, конечно же, это тренером. Да, во-вторых, желание победить, желание быть лучшим. Во-вторых, желание победить, желание быть лучшим. Конечно же, талант данному спорту. И набираемый уже со временем опыт. То есть смесь очень многих вещей. А если говорить о качествах каратиста, какими качествами такие спортсмены должны обладать обязательно? И если мы говорим о функциях, то какие функции спортсмены должны быть хорошим каратэком? Первое, я бы хотел сказать, что каратэ не только хорошая техника и хорошая перформация. Для нас это очень важно, чтобы создать хорошие характеристики. Очень, конечно, важно иметь достаточно сильный характер для этого вида спорта. Бойцовский. Да. Уважать дисциплину. Это очень оценивается каратэ. Это важно иметь хороший характер внутри, в сильном теле. Очень важно иметь сильный характер, а внутри строго тела. Это самый идеальный вариант. Нужно ли иметь спортсмену, ну, каратисту, допустим, какое-то еще хорошее образование, кроме физкультурного. Может быть, это поможет как-то в будущем, а может быть, наоборот, нужно полностью посвятить себя любимому виду спорта с головой. Я был чемпионом по каратэ, но также я являюсь экономистом. Спортом можно заниматься максимум лет до 30. А потом начинается жизнь. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в гости. Успехов вам и приятного пребывания на Тюменской земле. Спасибо большое за то, что пришли к нам. У нас в гостях сегодня были генеральный секретарь Мировой Федерации каратэ Джордж Иер Олимпас и вице-президент Европейской Федерации каратэ Василий Крайниковский.